всем добра и благо вот эти предыдущие три дня была сильная магнитная вспышка в общем как бы многие почувствовали и так я вижу вспышка на в общем то идет и на ускорение каких-то этих трансформаций в организме я на себе наблюдаю что организм уже все год я столько еды есть не буду и как бы вообще резко снижает организм потребление еды переходит энергетический план ну понятно я тоже там регулярно то асаны йоги то там тазицуайн то пробежки разминочка вот то есть процесс идет по запросу в кармическое правление зашел тут в аптеку родственнику брал там кое-какие лекарства и меня дает кружечку какую-то вот вам в подарок кружечка я с ней иду с этой кружечкой думаю что с ней делать думаю мне она особо там не нужна потому что мало ли там чего эта кружечка какую там программу с собой притащит потому что как бы я не предполагал ее покупать она как бы возникла не из моей программы как-то приятно что кружечка ну вдруг она из моей программы и я туда накидал мелочь, поставил у себя в подъезде и написал на этом, на листочке А4, там, половиночки, написал, что кружечка для сбора денежных средств на лампочке в подъезде. То есть, как бы, включая программу народного правления, что нужно создавать какой-то общак, чтобы там покупать лампочки. Обычно то я покупаю, то там сосед, значит, с другой квартиры, а другие что-то не покупают лампочки, им приятно ходить там, спотыкаться. И вот думаю, что, что они там, накидают туда денежку на лампочку или украдут те, которые уже там есть, рублей 50 там, накиданные. И тоже про себя думаю, ну, тоже такой тест. То есть, тест для людей, что а кто со мной в подъезде-то живет и вообще там ходит по этим коридорам, которые готовы украсть или в общак вложить? Вот такой вот вопрос. Понятно, что с точки зрения экстремальных событий, которые сейчас там развиваются, спецоперации, там, Израиль, Палестина и так далее. Это, в общем-то, как бы вроде как незначительный тест. Но с другой стороны тоже много чего объясняет. Что, допустим, я готов там вкладываться в то, что улучшить территорию, что в подъезде было чисто, что было там приятно войти во двор и так далее. А другие, может, наплевать. Теперь по поводу такого вопроса, что вот смотришь всякие отрывки там фильмов. Я телевизор уже там это продал лет шесть назад, а может и больше. Я его раньше не смотрел, а сейчас вообще не вижу смысла. Но отрывочки в Ютьюбе смотришь этих там всяких фильмов, которые там, ну, есть. И везде, кстати, и в советских фильмах в том числе, что везде присутствует матрица конфликта. И заметьте, сейчас эти новости и в ВКонтакте там, и в Ютьюбах там. Один конфликт. 90 процентов. Один что-то не то сказал, какие-то претензии. Другой, значит, другому по лицу ударил. Полиции там, разборки. И т.д. и т.п. То есть везде присутствует конфликт. Спрашивается, а почему же, ну, и в те времена в советские, что, почему так много конфликтов? Почему вы не строите матрицу, где, как бы, вот этот принцип золотой середины, о котором я говорил, он включает такую нормальную договоренность, что они там не конфликт создают, а наоборот, каждый из них продумывает, как правильно подойти к этой ситуации, чтобы все нормально устаканить. И этой энергии эгрегорной, вот о чем я вам говорю, но если кто поймет, ведь, ведь, в принципе, если нет в ментальном плане конфигурации матрицы, которая это устаканивает, как бы, ну, разруливать в нужном направлении, то и из ментального плана-то негде взяться. То есть, включается программа выживаемости, которую они сами же мозгами и создали, и фильмы там, и так далее, которые они в эту ситуацию приперли, что потом он прорастает в ментальном плане всех людей, остальных там, кто я смотрел, сорняками конфликта. Вот это серьезный вопрос. И то же самое, говорю, и с религией, религия то же самое, что, я говорю, все эти архетипы, Моисей убивает там каждого пятого еврея за поклонение золотому тельцу, почему-то дипломатически не стал с ними обсуждать этот вопрос, почему сразу убивать? Сейчас кричат, значит, там эти, вот Вранглер, какой-то памятник поставили в Ростове, что там Вранглеру где-то кадетский корпус, и вот они, значит, там коммунисты, что вот Вранглер, там он плохой, а эти, да нет, он не плохой, он там хотел целостности России, но я вот считаю себя разумным человеком, я им всем задаю вопрос, ну, у вас где Вранглер похоронен? Он где-то там во Франции, где-то в Германии, что ли, он помер-то, где похоронили его? Так вот там и возьмите, поставьте ему памятник на его могиле, какой смысл вам тащить? Они же тащат опять конфликт, то есть дело не в памятнике, даже те, которые у них там, мысль, мысль зародилась, они до конца его не рассмотрели, что вы составите памятник, вы тащите конфликт на эту территорию, конфликтов и так много, они еще Вранглер тащат сюда, чтобы усилить конфликт, сейчас коммунисты там стали что-то там кричать, протестовать, опять там это вот, в социальных сетях это опять конфликт, ну, любой разумный бы сказал, ну, иди там, где он там лежит на могиле, туда это памятник и поставь, зачем ты тащить его в этот корпус сюда, в Кадетский, чтобы там кто-то этому протестовал? Народ уже, если как бы народ, он не понимает, со стороны у него наблюдателей нет, чтобы это отследить, и он воронкой засасывается в этот конфликт, в их, то там может и до смертельных исходов дойти только из-за того, что памятник притащили, там простой поставили, там такое может быть, и даже может из этой мыслеформы там вылезти какая-то там, опять как вот с этим, Дагестан, побежал там, значит, в Махачкале, искать евреев по самолетам, спрашивать, к чему бы это, ну, то есть, как бы там, с чего это вдруг такой конфликт устроили, когда могли опять отрешить вопрос дипломатически, а потому что так работает и Грегор, то есть, если он накопил там конфликты в предыдущих там каких-то этих, в том числе и фильмы, и возьмите, кстати, и мультфильмы, то есть, мультфильмы какие-то смотришь там, вот эти американский там кот, там что-то бьет мышонка, мышонок убегает, потом там что-то еще собачка бьет, эту кошечку там, ну и так далее, то есть, а ребенок смотрит, допустим, я какой-то даже посмотрел, из советских опять мультиков, не помню, что какой-то, значит, там зверек бьет палочкой там по голове другого зверяка, или там мальчик какой-то в фильме бьет палкой там другого мальчика, ребенок смотрит, допустим, ну я 7-8 лет, и он для себя уже примеривает, что вот того надо тоже палкой ударить, потому что, что весело там, и класс там смеется, и вообще как бы мальчик доминант, и там как бы действует, вот это серьезный вопрос, и, кстати, его особо никто и не рассматривает, чтобы организм выработал какую-то, скажем так, иммунитет на эту ментальную, скажем так, энергию конфликта, нужен соответствующий правильный взгляд, а если его нет, этого взгляда, то ситуация заходит в глухой тупик, вот так вот, на сегодня все, мыслифор вам передал, Джоом, продвигаемся дальше.